Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В танковых войсках Да, мои хорошие? Так Ну, иду отлавливать остальных Так, тут вот две девочки сидят Да? Так Где остальные? Надеюсь, они тоже тут? Да, вот они И тут у меня еще девчонки сидят Вот и мои красотульки Сейчас унесу вас Все, тут нет никого Знакомые симптомы Честно, делишь? Угу Пятый день в году Вот, потому что Да, вот я вырос в той стране Где веселиться было принято по поводу Походит на истину Потому что идиотом Сегодня можешь себя почувствовать каждый Вот, каждый, да Дальше День рождения Вот это был лучший праздник День рождения коньяка Сегодня, ребятушки Да, коньяка Но хороший коньяк Найти не просто, ребята Не всякий коньяк Который наши люди Зачем-то закусывают лимоном А я скажу, зачем Зачем-то закусывают лимоном А я скажу, зачем-то закусывают лимоном Не надо закусывать лимоном Он, понимаешь ли Как чай, да Международный день птицы Сегодня очень хорошо Национальный праздник на Кипре Дело в том, что киприоты Продолжают бороться с британцами Которые Хорошо, целься Эть А тебе перчатки дать, Саша Дать перчатки Ну как, зачем Вот ты засранница Пугаешь Как новая маленькая Конечно Ну ты меня не знаешь Интересно Заметьте, я тебя только пугаю Никогда не бью Ну да Даже не угрожаешь Просто пугаешь Пугачев Пугачев Немного Делай Продолжение следует... У нас вот этих дров стеночка одна осталась, я имею в виду, что одна полейница. Я думала там еще есть, потому что вон уже просвет видно. Ну вот, чуть-чуть попилили. У меня одна камера криво стоит. Так, немножко масла наливаю в сковороду, буду делать мясо с овощами. Мясо у меня вот такое, вот порезала, морковь сейчас побольше, перчик, вот это у меня перчик для заморозка. Вчерашний день с Михаловичем тупо провалялись, это был третий день карантина. Сегодня позвала его поработать и то, что снегом сломала, мы вот эти все городушки убирали. Тут еще сетка не оттаяла, не оттаяла, все что оттаяло мы отсюда убрали. Сейчас курочек вам покажу своих. А вот и наши курочки. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. И не только курочки, петухи тоже. Сегодня еще отсажу петухов штук пять на завтра. Сейчас их специально не кормлю, чтобы у них зобы были пустые. Отсажу их и утром опять буду щипать. Вот так. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Молодки уже несутся. Два яичка в день. Молодцы мои девочки, мальчики. Есть некоторые особи, вот петух или курочка, непонятно. Наверное, петух все-таки вот впереди стоит. Красотульки. Старые куры несутся. У нас просто осталось два мешка зерна всего. Пшеница. И поэтому петухов ни к чему кормить. Рубать все. Сегодня одного замочила и замариновала уже. Будет к вечеру у нас петушок в духовке. Я на обед наварила борщ свеклой. Такой свекольник на курином мясе. Поработали, сходили на улице сегодня 12 градусов. Я говорю, ну надоело сидеть уже. Не представляю, как в квартирах. Особенно с ребятишками тяжело. Уже гулять надо, двигаться. Сейчас чесночок еще добавлю, борщок. О, так время уже обедать скоро. Вот, ну молодцы. Резиночки. У меня отрислили волосы. Так я в парикнахерскую не сходила. И беру, Михалыч, вот эти вот резинки, которые на самолет используют. Заплетаю себе косички, всякие хвостики и платочек. А самое, чего я не подготовилась, я не купила шампунь, не затарилась. У меня есть там меньше половины бутылька. Ну и ладно, буду раз в неделю мыть, не до жира. То каждый день мыло. Ходить некуда. А дома их платочки. Михалыч меня любит платочки. Налила чай Лювей. Такой целебный чай. Лимончик положила. Михалыч уже пьет, там сидит. И пасту розовую такую открыла. Это для иммунитета. Я тоже попью. Так ее открывают. И пьют. И пьют. Прямо с пакетика. Ммм. Вкусношечка. Хорошо. Сейчас выберем салатик. Салатик. Пока у меня морковка и лук пережариваются, натерла сыр на крупной терке. Догадываетесь, да? Что за салатик уже? Ну тут даже. Ой. Салатик. И сахарик добавлю. Сейчас у меня остынет морковка с луком. Туда же отправлю. Майонез. Чесночок выдавлю. Полью. Сметанку. Полью. Все. Такой будет салатик. Как вам наш обед? Борщик со сметанкой. Мясо петушка. И сейчас размешаю салатик. Может чесночком пахнет вкусно. Всем приятного аппетита, кто обедает вместе с нами. Добрый день всем. Вот за первую неделю решила выйти. Мне надо в магазин. У нас только продуктовый. А мне надо еще по хозяйству. Шампунь купить надо. Поэтому иду в ближайший хозяйственный. Ну точно такой магазин смешанных товаров. Вчера было 17 градусов. Сегодня 18. На улице, как видите, никого. Кстати, сухая улица. Классно. По нашей вообще не пройти. Я на мусор хожу. Мусор выносить хожу в резиновых сапогах. Потому что невозможно. Ну что вам сказать. Пока не знаю, Михалыч будет работать или нет. На следующей неделе. Ждем сегодня указаний. От его начальства. Месяца они точно не будут отдыхать. У нас пока тихо в горном Алтае. Но в соседнем Барнауле уже есть зараженные. Жалко, что еще погода такая. Видите, в огородах снег везде. Вот у нас та же петрушка. Немножко пошарились. Там вчера тюльпаны открыла. Чеснок открыла. Помаленечку. А так вот у нас сыро в огородах. Снег везде. Лежит грязь. Единственное, что да, вчера я победила Петухов. Ура! Это у меня прям, знаете, как камень с души свалился. Что все, теперь только курочки. Там Петухи на продаже остались и все. Тех, которые у меня заберут. Спьем с Михалычем сегодня до десяти утра. Такого не было обычно. В шесть встаем, встаем, все. Как будто и не выходные. Сегодня до десяти проспали. Сегодня первый раз вышла на улицу. Имею ввиду заворота. Так только на мусорку два раза ходила. И все за неделю. Вот таких перчатках иду. Не знаю, этот магазинчик открыт или нет. Наш деревенский. А куда деваться в магазин надо идти. Так-то продукты все есть. Молока нету. За тропах их надо в пятерку идти. Там только такие долгоиграющие молоко есть. Мне Михалыч никак не хочет кашу есть на воде. Прям не нравится ему. Требует молока. Я говорю, давай сухие сливки купим что ли. Будем подержать кашу. Но это уже вкус совсем не тот будет, конечно. У нас только молоко такое, которое один-два-три дня срок и все. Заморозить. Так у меня морозилка вся полная. Некуда складывать. Так-то молоко не пьем. А только вот кашу варить. А сегодня я приготовила и не сняла. Я отварила макароны. Обжарила. И потом потушила грибы с луком. Грибы, шампиньончики кругленькие. И потом добавила сметанки туда. Получились такие макароны с соусом грибном. Очень вкусно. Это уже практически обед у нас в 11 утра. Мы завтракали. Никого на улице. Пусто. Тут пусто. Сегодня займусь спортом. Михалыч молодец. Он посидит, посидит, попрограммирует. И потом начинает приседать. Упражнения комплекса. Даша ему все отправляет. Мама говорит, давай тоже выполняй. Ну то у меня петухи все были. Отмаз был. Железный. Ох, хлебушек привезли. Мужик практически в маске. Но у него на шее висит. Я без маски еду. У меня их нету. Магазинчик работает. Грязь какая везде. Все, пошла я в магазин. Вот такой магазинчик. Тут и хозяйственные продукты. Карантин карантиром. А вот такие, смотри, пасхи корзиночки. Красивые в продаже есть. Так, шампунь мне надо. Ромке сколько добавим? Все. Я полы помылась до места. Сам пообедали. И залегла, смотри, тихий дом. Я сегодня отдыхаю. Именно не новый сериал, а тот старый. 57 года. Режиссер Герасимов. Ну все. Приятного вам просмотра, если кто-то тоже будет смотреть такой фильм. А я отдыхаю. Давно хотела пересмотреть этот фильм. Но все время как-то времени не хватает. А вот сейчас, пожалуйста, наступило то счастливое время, когда можно пересмотреть все старые фильмы. Вот какие актеры хорошие. Обожаю этот фильм. Привет всем. Репортаж из бани. Мы сегодня решили баню натопить, потому что завтра Михалыч идет на работу. Их контора неделю продержалась. Были все на карантине. И сегодня позвонили, сегодня воскресенье, и сказали всем выходить на работу. Вот такие пироги. Так что на карантине останусь я одна, но это уже какой символический карантин. Если Михалыч будет ходить на работу, тем более пешком, ну и там будет общаться со всеми. Он же может мне что-нибудь принести, правда же. Поэтому смысла нету оберегаться. Но буду по огороду что-нибудь делать, работать. В бане я сейчас поддала в парилке. И пойду париться с Венечком. Вот такие дела. Ну все, с легким паром, Алена Владимировна. Михалыч уже намылся. Пойду сейчас в своем гостюм готовить. Рубашку, брюки. И завтра на работу пешком на велике пойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова